Весы вы всегда можете использовать в большом натюрморте. Весы, как часть большого натюрморта, они безоговорочно и беспроигрышно будут вам служить очень хорошим дополнением или наоборот могут быть даже главным героем вашей композиции. Я вам чуть позже покажу работу Елены Ильичевой, как раз она есть здесь под рукой. Там где в большом натюрморте присутствуют весы. Они другие, там другие чаши. Немножко другие формы, других элементов. Но тем не менее, вот это вот весы как символ. Мне очень хочется, чтобы вы научились их делать. Мы начинаем от простого к сложному. И вот составляющая большой композиции весы, если вы их научитесь делать, это было бы очень здорово. Поэтому очень подробно разбит на этапы наш мастер-класс сегодняшний. И вы, если будете внимательны и последовательно идти за мной, то поймете и научитесь в нашей технике, технике Ильичевых, с помощью необычных таких атрибутов, как инструментов, как лезвия и носок, научитесь исполнять вот такие вот композиции. А это будет все-таки композиция. Это будет не моноисполнение. То есть не один у нас будет герой. А мы туда введем, например, ключик. Обычный вот такой вот большой ключик дверной. И таким образом у нас уже будет два героя, а это уже может претендовать на композицию. Продолжение следует...